В общем, начну, наверное, с объяснения названия. Как бы доклад будет о том... А, здравствуйте, Павел Михайлович. А мне уже представили, все нормально идет, да. В общем, доклад будет о том, как мы реконструировали предковые геномы. Ну, конечно, если вы подумаете, да, есть общий предок, там, человек и шимпанзе. Реально этого предка никогда не существовало, а то, что мы реконструируем, это некая аппроксимация того, что существовало 5 миллионов более лет назад. Поэтому вот отсюда и название, что это сравнительная геномика предковых геномов, которых, естественно, никогда не существовало, но они нам позволяют в какой-то мере достаточно объективно посмотреть на те события, которые происходили в ходе эволюции разных групп животных. Мы будем говорить о млекопитающих, о птицах. Вот. И поэтому вот такое название. Сравнительная геномика того, чего никогда не было. Ну, а то, что из этого получилось, это те виды, которые сейчас существуют и которые мы изучаем. Вот поэтому такое название. Вот. Ну, начнем с того, что мы изучаем. Мы изучаем хромосомы, да, и геномы, и структуру геномов. Вот этот слайд, он очень хорошо показывает, как можно сравнивать геномы. Вот, допустим, вот то, что вы видите, это метафазная пластинка трубкозуба. С ней были гибридизованы ДНК-пробы с первой и девятнадцатой хромосомы человека. И мы видим, что первая хромосома человека сохранилась в ходе эволюции достаточно хорошо. Одним длинным куском. А девятнадцатая хромосома, она разбилась на две. И одна из них у трубкозуба находится там же, в той же хромосоме, где и находится и первая хромосома человека. Ну, и если мы сделаем такой анализ по всему геному, мы увидим, что геномы трубкозуба и человек имеют некие схожие структуры в хромосомах и некоторые хромосомы, которые различаются. Вот, допустим, половые хромосомы практически идентичны, да, на уровне ДНК, синтепении. То есть хромосома Х и там, и там одинаковая. А вот, допустим, если мы посмотрим на хромосомы 17, она хотя и сохранилась, но у трубкозуба она соединилась с фрагментом десятой хромосомы человека, которая также еще и находится на четвертой хромосоме трубкозуба. А если мы посмотрим на длинные хромосомы трубкозуба, то они содержат множественные фрагменты разных хромосом человека. Ну, естественно, когда мы делаем такой тип анализа, мы не можем понять, где именно происходили эти хромосомные изменения, да, то есть они происходили в ходе эволюции линии, которая вела к человеку и трубкозубу, то есть в течение 85 миллионов лет вот эти вот изменения накопились, но у кого они происходили, мы не знаем, потому что мы сравниваем всего лишь два вида животных. Чтобы понять, у кого они происходили, надо сравнивать большое количество животных и искать некоторые районы, которые у них общие по структуре и которые различаются. И когда мы это делаем, мы можем понять, где же именно происходили изменения, в какой группе животных и так далее. Ну, вот то, что мы сделали в 2005 году, я об этом, наверное, уже несколько раз говорил, мы сравнили 9 видов животных, из которых всего 3 на тот момент были полностью сегминированы и собраны, это был человек, мышь и крыса, а все остальные были представлены разными типами сравнительных карт. Ну, и все они были привязаны к человеку, и поэтому человек был использован в качестве референсного генома для такого типа сравнения. И вот что мы увидели, это что есть районы генома, которые наиболее вероятно были представлены у общего предка всех плацентарных прикопитающих, которые были включены в этот анализ, и они вот обозначены вот такими вот разными цветами, вот эти блоки. Единственная проблема, которая была, она заключалась в том, что сравнительные карты были достаточно низкого уровня разрешения, и поэтому вот эти блоки, они покрывали всего 48% человеческого генома, что достаточно немного. Но даже имея такой достаточно низкого уровня разрешения карту, мы смогли определить кое-какие интересные вещи. Например, мы поняли, что хромосомные перестройки, то есть те места, где хромосомы рвутся в ходе эволюции и объединяются по новому хромосомы, чтобы сформировать новую структуру разных видов, они распределяются в геноме не случайным образом, то есть есть места, где они происходят более часто, и места, где они, допустим, происходят очень редко. Кроме того, мы поняли, что некоторые геномы перестраиваются сильнее в ходе эволюции, чем другие. Допустим, мышевидные грузыны перестраиваются очень сильно, у них очень много хромосомных перестроек, а, допустим, если мы посмотрим на кошку, то у нее очень мало хромосомных перестроек относительно некого предкового генома, которого никогда не было, но который позволяет нам объяснить, что именно происходило в ходе эволюции. Кроме того, мы увидели, что если посмотреть, как эти хромосомные перестройки распределяются по филогенетическому древу, мы понимаем, что количество хромосомных перестроек увеличивается после того, как динозавры вымерли примерно 65 миллионов лет назад. То есть, сравнивая с существующей геномой, мы можем датировать хромосомные перестройки и понимать, что количество хромосомных перестроек становится больше тогда, когда становится больше разных видов. что вполне разумно, то есть это говорит о некой связи между хромосомными перестройками и видообразованием. Кроме того, что достаточно важно для того, что я буду говорить далее, мы обнаружили, что хромосомные перестройки находятся в тех местах генома, где генов много. То есть как бы интуитивно ожидаем, что хромосомные перестройки, хромосомы будут рваться там, где генов нет. На самом деле они рвутся там, где генов много. И опять же они ассоциированы с сегментами-дупликациями и повторами. И самое интересное это то, что когда мы изучали большое количество геномов, мы видели, что гены, которые находятся в хромосомных перестройках, они зачастую связаны с теми фенотипами, которые являются определяющими для тех видов, которые мы изучаем. Ну, например, допустим, если мы изучаем кровь, мы видим, что в районах хромосомных перестроек находятся бета-дефенсины. Те гены, которые отвечают за то, чтобы организм защищал себя от негативного влияния микробов. Мы знаем, что у жвачных много микробов, коррупция, и поэтому влияние дефенсинов и наличие дефенсинов, оно очень важно. И кроме того, допустим, мы видели, что если мы смотрим на геном свиньи, то в районах хромосомных перестроек, которые присутствуют только у свиней, мы видим гены, которые относятся к восприятию вкуса. Ну, и мы знаем, что, допустим, чем бы свиней ни корми, они всегда хрюкают и довольно все это поедают. То есть, видимо, вкус они особо не чувствуют, но что на самом деле так и есть. А вот, допустим, если мы посмотрим на птиц, то, допустим, у попугаев в районах хромосомных перестроек будут находиться гены, которые относятся к формированию и функции мозга. Ну, вроде попугаи считаются умными птицами, то есть они многие звуки там повторяют и так далее. Вот. Ну, и еще, что имеет смысл упомянуть, прежде чем мы пойдем дальше, это то, что в районах хромосомных перестроек, допустим, на этом слайде вы увидите, вот это район хромосомной перестройки, а это два прилежащих к нему района. Первый и второй. То есть, как бы такого же размера, как и этот район. И в этих местах находится больше мобильных элементов, которые были активны именно у той группы животных, о которой мы говорим. Ну, то есть вы знаете, да, что мобильные элементы, они становятся активными у разных групп животных и разные мобильные элементы активны. Вот, допустим, если мы посмотрим на корову, то тут лайн-элементы активны, и их больше в районах, где хромосомы вернутся в ходе эволюции у коровы. А если мы посмотрим на собаку, да, на другие элементы, соответственно, у грызунов тоже другие, у приматов, допустим, садилитная ДНК. То есть это говорит о том, что в районах хромосомных перестроек накапливаются те типы мобильных элементов или повторов, которые были активны в ходе эволюции именно этой группы животных. Это достаточно важно для того, что я буду говорить дальше. Но как бы все это вместе, оно как бы подтверждает теорию хромосомной эволюции, которая говорит о том, что хромосомы имеют тенденцию рваться в тех местах, которые имеют хромосомную нестабильность. То есть они имеются так называемые fragile sites или крупкие сайты. И если мы вот посмотрим на две хромосомы, которые как бы негомологичные, то есть они не должны спариваться в миозе вообще никак, но за счет того, что в геномы встраиваются мобильные элементы, сегментные дупликации или происходит гипометиляция, то происходит некая хромосомная нестабильность, появляются районы, которые гомологичны между этими хромосомами, в результате чего иногда происходят обмены в этих районах. И в ходе негомологичной рекомбинации происходит вот такого типа событие. Вот. Но как бы возникает вопрос, почему эти события фиксируются в ходе эволюции, но как бы сейчас речь не об этом, а о том, как классифицировать эти события и как понять, что же именно происходит у разных видов животных. Поэтому до недавнего времени мы все-таки сравнивали все эти геномы, используя некий общий референс, ну, допустим, человека. Потому что все сравнительные карты привязаны к человеку, и то есть он становится логичным референсом. Но по мере того, как количество геномов увеличивается, потому что биология, она не стоит на месте, технологии меняются, и сейчас можно геномы секвенировать очень дешево, их становится все больше и больше, и качество этих геномов все лучше и лучше. И поэтому мы подумали, что все-таки, наверное, разумнее это не использовать некий общий референс, допустим, человеческий геном, а реконструировать предковый геном, да, и уже с ним сравнивать каждый из существующих геномов, чтобы лучше понять, какие именно изменения происходят в ходе эволюции каждой группы животных. Ну и вот мы решили все это дело проэкспериментировать сначала на приматах и попробовать создать такой алгоритм, который позволит нам реконструировать предковые геномы достаточно эффективно, и используя те геномы, которые сейчас существуют. И потом мы пытались понять, вот если мы реконструируем эти предковые геномы, какая же история эволюции, допустим, всех хромосом человека или всех предковых хромосом, ну в данном случае это опять же общий предок всех плацентарных питающих. Ну в общем, что мы делали? Мы это все делали по выходным, по пятницам, вернее даже не по выходным, а по пятницу поздно вечером, общаясь по скайпу, сколько тут, три или четыре страны были вовлечены в этот процесс, ну вот за полтора так неспешно мы эту работу сделали и опубликовали в КНАССе в 2017 году. Вот, что мы использовали? Мы использовали 19 геномов плацентарных млекопитающих, которые были доступны нам на тот момент. Если бы мы делали эту работу сейчас, конечно, геномов было бы гораздо больше, но мы это все делали где-то в 2015-2016 году и не сильно торопились, поэтому геномов было относительно мало. Они включали в себя геномы из 10 отрядов, и, соответственно, два генома, это были аутгруппы, опоссум, потому что мы только на плацентарных млекопитающих смотрели, и курица. И из них 14 геномов имели полногеномы, мы делали хромосомные сборки, и 7 геномов были собраны до фрагментов хромосом, то есть до скафолдов, но наш алгоритм, он был такой умный, что он, соответственно, не видел в этом большой проблемы и справлялся с этой задачей. В общем, как это все работало? Соответственно, мы сначала делали попарные выравнивания этих геномов с геномом человека, потом мы определяли коллинеарные районы, то есть синтенные фрагменты, которые не отличаются по порядку у человека и каждого из этих индивидуальных видов, потом мы, соответственно, определяли порядок этих синтенных в районах тех предовых геномов, которые мы пытались реконструировать, допустим, общего преда человека и шимпанзе, либо общего преда всех гаминит, либо так далее, и так далее. И, соответственно, после этого алгоритм делал какие-то умные вещи и выдавал нам порядок этих синтенных фрагментов у общего предка тех видов, на которые мы, соответственно, ориентировались. Вот. И потом эти синтенные фрагменты переводились в координаты и происходила реконструкция хромосом. Ну, это так, кратко говорить. Что нам удалось сделать? Нам удалось, соответственно, реконструировать несколько предковых геномов, вот они все, и вот это количество хромосомных фрагментов, которые мы смогли реконструировать. Но поскольку мы имели доступ к данным по реконструированию этих же предковых геномов с помощью фиша, а это было сделано в 90-е годы, очень активно много таких работ было, и даже в начале 2000-х, то мы знали общее количество хромосом, которые мы ожидаем увидеть у каждого из этих предковых геномов. Ну, и, то есть, мы видели, что, в принципе, наши реконструкции, они достаточно фрагментированы. Но поскольку мы знали координаты человеческих хромосом у всех этих фрагментов, и мы знали, какие человеческие хромосомы находятся на каких хромосомах каждого из этих предков по данным фиша, то мы смогли как бы их выстроить. То есть, в конце концов, мы все-таки справились с этой задачей и реконструировали предковые геномы, которые содержали ожидаемое количество хромосом. Чем наш метод лучше того, что делалось в 2000-х, в начале 2000-х или в 90-е годы, это то, что, во-первых, мы не только видели, какие хромосомы человека соответствуют каким предковым хромосомам, но мы видели внутрихромосомные перестройки, и мы знали точно координаты этих хромосомных перестроек. То есть, мы могли, в принципе, посмотреть, какие гены или какие структуры ДНК находятся в тех участках генома, которые вовлечены в хромосомные перестройки, либо, наоборот, очень консервативны в ходе эволюции. Ну и, как вы видите, по сравнению с тем, что мы делали в 2005-м году, покрытие генома человека было значительно выше, и варьировало от 81% для наиболее древнего предка до 93% для предка шимпанзей человека. Ну, в принципе, это так и ожидаемо. То есть, чем ближе к человеку, тем, соответственно, будет больше покрытие реконструированного предка. То есть, это, как бы и ожидалось, так. Вот. И вот то, что мы увидели. То есть, это филогенетическое древо всех тех видов, которые мы использовали в ходе этого анализа. Это скорости эволюции. То есть, сколько хромосомных перестроек на 1 миллион лет произошло, вот, допустим, отсюда досюда, или отсюда досюда, и так далее, и так далее. Ну, что ему тут можно интересного сказать? Ну, во-первых, мы выяснили, что геном человека, он более эволюционно-консервативен в плане структуры генома, чем, допустим, геном шимпанзе. То есть, шимпанзе имеет больше хромосомных перестроек, чем человек, а среди всех приматов наиболее консервативным геномом является геном арангутанта. То есть, это было достаточно неожиданно. Ну, то есть, мы не знали, а вот почему. Вот. Почему это так? Ну, вот несколько примеров того, что нам удалось сделать. То есть, это предковая хромосома всех предпитающих, всех эутерий, хромосома 14-я, и внутри нее вы видите структуры, соответствующие хромосом человека, шимпанзе, общего предка человека и шимпанзе, потом арангутанга, предка, соответственно, человека, шимпанзе, арангутанга, и так далее, и так далее. Ну, если вы видите, как бы, один цвет и один номер внутри, это говорит о том, что, как бы, имеется соответствие один к одному. А вот, допустим, у человека есть инверсия, вот она такая красненькая. Но все равно это одна и та же хромосома, которая является хромосомом 18-ю человека. Ну, что мы тут видим? Что на самом деле вот эта хромосома 14, она очень сильно консервативна у приматов. То есть мы видим, что никаких существенных изменений в ходе эволюции у приматов в этой хромосоме не было. А вот, допустим, если мы посмотрим на другие виды, то тут достаточно много инверсий и даже иногда межхромосомных перестроек, например, у мыши, как и ожидается, поскольку мы знаем, что мышевидные грызуны имеют много межхромосомных перестроек. То есть все как бы, как и ожидается. А вот, допустим, если мы посмотрим на хромосому 15, мы увидим, что наоборот у приматов очень много хромосомных перестроек. Это все еще одна хромосома, это 17-я хромосома человека. Но очень много внутри хромосомных перестроек именно у приматов. А если мы посмотрим на другие виды, то хромосомных перестроек на самом деле мало. Либо они очень большие, и их мало. А если мы посмотрим на мышь, то тут вообще удивительная ситуация, потому что у мыши нет ни одной хромосомной перестройки, которая ее отличает от предковой хромосомы всех плацентарных млекопитающих. Что очень странно, потому что мы ожидаем все с точностью, да наоборот, у мышевидных разумов. Если мы хотим посмотреть, в общем, что происходило в ходе эволюции млекопитающих на протяжении примерно 100 миллионов лет, то мы создали вот такое, то, что мы назвали так. Есть Oxford Grid, это то, что сравнивает с синтеней хромосом. А это London Grid, потому что мы ее в Лондоне сделали, эту решетку. И тут мы видим вот эти все предковые хромосомы, от 1 до 20 хромосомы X. А здесь, соответственно, на пересечении вы видите, что происходит с этими хромосомами у разных предков, которые мы реконструировали, либо у существующих видов, либо аукрупов, боссу и, соответственно, курицы. Что тут видно? Если у нас этот квадратик темненький и не имеет пересечения, разделения, то это говорит о том, что хромосомных перестроек не произошло. То есть мы имеем такую же структуру хромосомы, как она была у общего предков всех млекопитающих более 100 миллионов лет назад. Ну и мы это видим достаточно часто у половых хромосом, как и ожидается. А если мы видим, допустим, разделенные фрагменты, то это как бы интуитивно понятно, что значит эта хромосома перетерпела межхромосомные перестройки. То есть она стала двумя, либо более разными хромосомами у того вида, на который мы смотрим. Ну, естественно, мы видим, что у всех предковых геномов количество консервативных хромосом достаточно высокое, потому что общее количество перестроек на ранних этапах эволюции млекопитающих было маленьким. А вот, допустим, если мы посмотрим на те хромосомы, о которых я вам говорил, то мы видим, что, допустим, 15-я хромосома, это 17-я человека, она такая очень пледненькая у приматов. Это говорит о том, что происходило очень много внутри хромосомных перестроек, но опять же это одна хромосома. А если мы посмотрим на мышь, то мы увидим, что у мыши никаких хромосомных перестроек не было. И это, в принципе, соответствует тому, что я вам показывал на предыдущем слайде. Ну, и если мы посмотрим, посчитаем общее количество таких вот неразделенных блоков, то мы увидим, что у Рангутанга на самом деле их наибольшее число вот среди всех тех видов, которые мы здесь изучали. Но опять же это ни о чем не говорит, это лишь говорит о том, что среди той выборки, которую мы взяли, Рангутанг оказался наиболее эволюционно-консервативным. Но возьмем и там, не знаю, 200 других видов, может оказаться, что кошка гораздо более консервативна. Но опять же это надо делать. Вот. Ну и что мы можем сказать в заключении? Это то, что предковый геном всех плацентарных питающих содержал 42 хромосомы, это 2n, то есть на 4 меньше, чем у человека. И скорости хромосомной эволюции у разных, соответственно, групп животных, они отличались. И человеческий геном отличается от геномов всех плацентарных питающих 117 хромосомными перестройками. Ну и опять же скорость хромосомных перестройок, они увеличивались как внутри одного отряда, так и в общем на филогенетическом триле, о чем я вам и говорил. Так, это о млекопитающих. Теперь мы перейдем к птицам. Соответственно, почему мы решили это делать на птицах? Ну как бы работа, она точно такая же, поэтому я тут много чего говорить не буду, потому что вроде как понятно из предыдущего материала. Но почему мы решили повторить этот тип анализа на птицах? Ну потому что у птиц геном ведет себя совершенно по-другому, чем у млекопитающих. То есть у млекопитающих есть большое количество маленьких и больших хромосом, есть промежуточного размера хромосомы, а вот у большинства птиц, скажем, вот так вот 2 в 3, соответственно есть 10 больших хромосом, вот они, макрохромосом, и большое количество, штук 20-30 микрохромосом. Вот. И в принципе этот тип кариотипа, он представлен у большинства птиц. Есть исключения, я вам покажу одно исключение, но все-таки это вот так. И еще что интересно, это то, что если вы возьмете первую хромосому курицы, то с большой степенью вероятности гены этой первой хромосомы курицы будут представлены у другой птицы тоже в одной хромосоме. То есть хромосомы, большие и маленькие, они соответствуют друг дружке один к одному. То есть нет межхромосомных перестроек в ходе эволюции. Ну, кроме того, что интересно, это то, что у птиц очень низкое содержание мобильных элементов, в принципе, повторов в геноме по сравнению с млекопитающими. Некоторые люди, естественные ученые, связывают это с возможностью летать, что как бы они избавляются от ненужного шлака в геноме, соответственно геном становится компактнее, более эффективен в ходе регуляции генов, клетки, опять же, становятся легче, потому что мобильных элементов меньше. Ну, насколько это правда или нет, ну, не знаю, как бы разные точки зрения существуют. И опять же, в геноме птиц очень много консервативных последовательностей. То есть если у млекопитающих примерно 7% генома сильно консервативны, то у птиц 15%. Но опять же, это не за счет того, что там много всего консервативного, а за счет того, что геном меньше, всякий шлак выкинут, и то, что осталось, остается консервативным. То есть, в принципе, те же 15% скорее всего соответствуют вот этим 7% млекопитающим. Ну, и поэтому нам было интересно все-таки посмотреть, поскольку у птиц есть большие и маленькие хромосомы, было интересно понять, насколько вот эволюция вот больших хромосом отличается от эволюции маленьких хромосом. Или они эволюционируют абсолютно одинаково. И нам было интересно понять, допустим, есть ли какие-то структуры ДНК или последовательности ДНК, которые определяют консервативность этого генома, то есть как-то связаны или коррелируют с высокой консервативностью хромосом. Ну, в общем, что мы сделали? Мы, соответственно, использовали материал, который был опубликован Эриком Джарвисом и его группой. Ну, мы тут тоже немножко поучаствовали. Вот. И у нас было 27 геномов. Из тех 48, которые они использовали, мы взяли 27, то есть у них были достаточно хорошо собранные геномы, то есть N50 сборки был достаточно высокий. Они покрывали примерно 17 отрядов. Это примерно потому, что в зависимости от древа, который вы используете, будет там 17, 18, ну, или 16, ну, примерно 17, скажем так. Из них 6 были собраны до хромосом, 21 были собраны до скафолдов, но алгоритм у нас такой умный, что ему это небольшая проблема, что они собраны до скафолдов. И в качестве аутгруппов мы использовали опоссума и, соответственно, ящерицу. Вот. Это филогенетическое древо из этой статьи, которое показывает только те геномы, которые мы использовали в ходе нашего анализа, а вот это все те предковые геномы, которые мы реконструировали с помощью нашего алгоритма. Вот. То есть всего 14. Ну, я не буду ничего там показывать, больше статистику она примерно такая же, как для млекопитающих, но вот несколько примеров, да. То есть это хромосома общего предков всех птиц, пятая, которая соответствует пятой хромосоме курицы. И, как вы видите, у всех предков и у всех других птиц она, опять же, пятая хромосома. То есть нет никаких межхромосомных перестроек. И есть небольшое количество внутри хромосомных перестроек. Вот. И тут вот, и тут, и тут. А если мы посмотрим на микрохромосому, да, то у 17 хромосомы тут вообще очень мало хромосомных перестроек, у разных птиц. Вот, допустим, есть у сокола, но, опять же, и у, соответственно, утки. Но насколько это правда или нет, или это ошибка с горди, мы не знаем. Вот. Ну, а вот это общая картина эволюции всех хромосом, то есть такая же картинка, которую я вам показывал раньше. Вот. Но здесь у нас больше, соответственно, предковых геномов, потому что мы реконструировались 14 геномов. Вы видите очень большое количество разделенных блоков. Это говорит о том, что мало межхромосомных перестроек. Вот их совсем мало. Но что интересно, это то, что вот эти вот хромосомы, они на самом деле отсортированы по размеру. То есть, допустим, вот это большие хромосомы, а это маленькие хромосомы, получается. И вот то, что мы видим, как бы так, не вооруженным глазом, да, то, что маленькие хромосомы эволюционировали, как бы сначала они были очень консервативны в ходе эволюции, а потом они начали перестраиваться. Но есть несколько, которые как бы сохранили свою структуру до нынешних дней. А вот если посмотреть на большие хромосомы, то многие из них начали перестраиваться достаточно давно. То есть, это как бы то, что видно невооруженным взглядом, но можно попробовать, соответственно, применить некий статистический метод, чтобы понять, правда это или нет. Но и выясняется, что да, действительно правда. Что вот, допустим, маленькие, большие хромосомы начали перестраиваться раньше в ходе эволюции и, соответственно, продолжали это делать. А вот маленькие хромосомы начали перестраиваться позже, а потом скорость их увеличилась, и она, перестроек, стала выше, чем, допустим, у больших хромосом. Вот. Ну, соответственно, почему это происходит, мы не знаем. То есть, это произошло где-то примерно 50 миллионов, вернее, даже, наверное, 60 миллионов лет назад. Но, опять же, может, и на завтра вымерли, кроме птиц. У них же стало опять больше возможностей. И, соответственно, появились новые виды, которые, соответственно, заняли экологические ниши. Ну, опять же, это все спекуляция. То есть, если мы посмотрим в итоге на перестройки, которые происходят у птиц и млекопитающих, мы видим достаточно два четко различающих как бы паттерна эволюции. То есть, мы видим, что у млекопитающих хромосомы перестраиваются межхромосомно, внутрихромосомно по-разному, а у птиц происходит, соответственно, более ранняя перестройка больших хромосом, более поздняя перестройка маленьких хромосом, и, соответственно, хромосомы не перестраиваются межхромосомно в большинстве случаев, вот за исключением первой хромосомы, которая разорвалась, допустим, у бассериформов, а у, допустим, курицы она представлена одним блоком. Вот. То есть, это то, что мы видим, если мы сравним птиц с млекопитающим. Ну и в конце мы, естественно, решили посмотреть, какие, соответственно, структуры ДНК могут нам объяснить консервативность генома птиц. И что мы тут увидели? Что, вот, допустим, консервативные последовательности, не кодирующие, да? То есть, есть кодирующие и консервативные последовательности, а есть не кодирующие и не кодирующие. Они в большинстве своем отвечают за регуляцию. Вот, допустим, чем их больше в хромосомах, да? Тем, соответственно, хромосомы перестраиваются меньше. И, в принципе, это значительный знак корреляции нормальной. Если мы посмотрим на гены, то ситуация, допустим, обратная. Чем больше генов, тем хромосомы перестраиваются сильнее в ходе эволюции. Ну и это, в принципе, совпадает с тем, что мы видели у млекопитающих. Ну и с мобильными элементами ситуация такая же. То есть, чем больше мобильных элементов, тем больше перестраиваются хромосомы. Но надо помнить о том, что мобильных элементов в геномах птиц мало. Соответственно, они могут и хотят перестраивать геномы, но их мало. А консервативных элементов их много. И консервативные элементы побеждают, и в итоге геномы птиц становятся такими вот эволюционно-консервативными. А гены, они где-то посерединке, им все равно. Вот. Ну, что мы еще сделали? После того, как мы поняли, что геномы птиц безумно консервативные, мы поняли, что, в принципе, наверное, мы можем создать некий набор зондов, который позволит нам просто корсировать эти геномы очень легко. И на самом деле, вот что мы сделали, мы взяли в геноме курицы, выбрали поклоны, которые находились в очень консервативных районах генома у всех птиц. То есть, это мы сделали путем выравнивания всех этих геномов. И такие вот поклоны мы распределили по всем хромосомам. И действительно, в 95% случаев эти поклоны гибридизовались без каких-либо проблем на хромосом абсолютно других видах. Вот это, допустим, сокол, а это поклоны курицы. И гибридизуются они абсолютно идеально. И таким образом мы на самом деле создали геномные карты для нескольких видов птиц, включая сокола, голубя, страуса и, по-моему, каких-то еще, я уже не помню. Вот. И что было интересно, это на самом деле... Ну вот, мы это опубликовали в геноме Genome Research несколько лет назад. Но на самом деле, что было интересно, это то, что эти же поклоны, которые работают за счет того, что они в очень консервативных участках генома на большинстве видов птиц, они на самом деле работают не только на птицах, они работают и на других рептицах. Они работают и на черепахах, и на ящерицах. Вот они замечательно абсолютно гибридизуются. То есть, как родные. Вот. И поэтому у, соответственно, моего коллеги из Кента появилась такая сумасшедшая мысль о посмотреть, вот как, допустим, структура вот этих всех хромосом, больших и маленьких, насколько она консервативна среди всех, соответственно, рептилий. Но идея была такая, что птицы – это выжившие динозавры. То есть, если мы сможем реконструировать общего предка всех птиц, мы на самом деле реконструируем некий общий предковый геном всех динозавров. Ну вот это филогенетическое древо, которое сейчас принято. То есть, мы видим вот этот диапсид предок, предок общего всех диапсид, он, соответственно, ведет, в конце концов, к птицам через динозавров. То есть, если мы реконструируем предка всех диапсид, используя, соответственно, сравнение птиц с черепахами и ящерицами, то на самом деле мы реконструируем предковый геном, который был характерен для всех динозавров. А что уж там происходило у тех линий, которые потом вот так вот размножили, стали большими и в конце концов погибли, этого мы, естественно, знать не можем. Ну, в общем, когда мы начали сравнивать эти геномы птиц, ящериц и, соответственно, черепах с помощью бак-клонов, которые у нас были отобраны на основе консервативности, выяснилось, что большинство микрохромосом, они либо присутствуют как микрохромосомы у всех этих видов, либо, соответственно, присутствуют в значительной степени у птиц и черепах. То есть у ящериц происходят какие-то изменения, а вот у куриц и черепах, они, соответственно, присутствуют в том виде, в котором они присутствуют у куриц. Ну, естественно, близкими родственниками для птиц являются крокодилы, но с крокодилами все плохо, потому что у них нет микрохромосом, все микрохромосомы слились, и у нас существуют только макрохромосомы. Ну, а поскольку у них макрохромосомы, то, соответственно, они были непригодны для того типа анализа, который мы хотели провести, а именно понять, были ли микро- и макрохромосомы у предков всех динозавров. Вот, поэтому мы использовали только ящерицу, мы использовали черепаху, и мы использовали только, соответственно, курицу в этом анализе. Ну, на самом деле, черепах было две. Вот, и на самом деле, даже если мы посмотрим визуально, мы видим, что кариотипы, допустим, курицы и черепахи, они очень похожи. То есть есть, опять же, микро- и макрохомосомы, но вопрос был в том, микрохомосомы это те же самые или не те же самые. Ну и как я вам показал ранее, что да, в большинстве случаев, вернее, не скажем так, в значительном числе случаев, это те же самые микрохомосомы. То есть эти микрохомосомы присутствовали у общего предка диапсид больше, чем 230 миллионов лет назад, и значит, они должны были присутствовать у общего предка всех динозавров. То есть мы можем сейчас более-менее с большой степень уверенности сказать, как выглядел предковый геном динозавров, ну и как могли выглядеть геномы динозавров в целом. Ну, вот то, что мы выяснили, количество межхомосомных и внутрихромосомных перестроек, все это не сильно интересно. Вот как эти хромосомы выглядели. Действительно очень много микрохомосом, которые существовали 230 миллионов лет назад и существуют до сих пор у современной курицы. Вот. То есть мы можем сказать, что геном динозавров выглядел не сильно отличался от генома современной курицы. Ну, по крайней мере, у общего предка всех динозавров. Что там происходило в индивидуальных геномах, мы не знаем. Эта статья была опубликована в Nature Communications, чему мы все очень сильно удивились, но, с другой стороны, обрадовались тоже. Вот. То есть если вы используете слово «динозавр» в своей статье, то она сразу же повышается там на 3-4 уровня. Вот. Что еще интересно? Интересно то, что... Теперь мы как бы немножечко поговорим о функциях. Да, вот мы видим, что хромосомы, они консервативные. Какие-то хромосомы, какие-то районы перестраиваются, какие-то районы не перестраиваются. Но как это все может влиять на функцию? И вот об этом будет как бы вторая часть доклада, которая, на самом деле, будет минут 15-20. Вот. Что мы видели, когда мы смотрели на птиц? Ну, во-первых, мы увидели, что гены, которые на самом деле относятся к фенотипам, которые характерны для птиц, они находятся в тех блоках синтонии, которые появились у птиц. То есть, есть некие районы консервативные, именно характерные для геномов птиц. И именно в этих районах находятся гены, допустим, которые отвечают за появление, допустим, перьев, либо появление трех палой лапы у птиц, которые, допустим, нет у других видов. Ну, вот это все мы тоже опубликовали в ЧВИ, когда-то, в 2016 году. И что мы, как мы это попытались объяснить? Мы это попытались объяснить тем, что в районах вот этих вот генов, да, которые отвечают, допустим, за появление перьев, либо за вот эти трех палой лапы, на самом деле находятся консервативные последовательности, которые есть только у птиц. И нет ни у кого другого. То есть, у других видов их нет. То есть, они появились в ходе эволюции птиц, и мы как бы так подумали, что, может быть, они регулируют эти гены, и за счет этого вот такая вот структура генома вот в этих районах, она становится консервативной, и поэтому она не меняется. Ну, как бы это все были, как бы так, спекуляции, но теперь, когда у нас появилось больше геномов, мы на самом деле смогли, как бы, более внимательно посмотреть на то, что происходит с эволюцией генов в тех местах, где формируются хромосомные перестройки. И вот эта последняя работа, о которой я буду говорить, мы, опять же, в этом году опубликовали в Genome Research, мы сделали, в принципе, то же самое. Мы взяли геномы жвачных, ну, жвачных, потому что, там, ну, в общем, я занимаюсь всякими коровами, да, опять же, есть всякие интересные виды, типа жирафа, опять же, очень много адаптаций у жвачных, но поэтому есть некий интерес к этим видам у меня лично, ну, и мы решили взять некие виды жвачных, часть из них мы оценировали сами, часть из них мы закачали из геномных баз данных, и мы решили реконструировать предковые геномы всех жвачных, всех гито-парнокопытных, ситартиодактила, да, и некоторые другие, чтобы посмотреть, как же происходит эволюция хромосом у этих видов, попытаться связать хромосомные перестройки с некими структурами ДНК, которые присутствуют в этих геномах, и понять, как хромосомные перестройки влияют на эволюцию генома и, в принципе, на процесс видообразования либо адаптации у группы видов. Вот. Что мы использовали? Мы использовали 18 геномов из четырех отрядов, соответственно, большинство из них были кито-парнокопытные, ситартиодактила, ну, и некоторые другие геномы, в общем, аутгруппы у нас тоже были, по-моему, курица и фоссом, как всегда мы их используем. Соответственно, девять геномов были собраны до хромосом, а девять, соответственно, имели фрагментированные сборки генома. Но, опять же, у нас алгоритм-то умный, поэтому он справлялся с этой задачей. Вот. И вот это филогенетическое требо всех тех видов, которые мы использовали. Единственная проблема была в том, что у нас не было оленька. Вот оленька у нас не было. Вот поэтому он так вот обозначен в херной линии. Но он очень важен, потому что это наиболее базальный вид жвачных. То есть, чтобы понять, как выглядел общий геном всех жвачных, нам нужен был оленек. И вот в этом случае мы воспользовались, опять же, баклонами, которые Александр Сергеевич Герфодатский и его группа картировали на геном оленька. Анна Кукекова нам присылала эти все баклоны из Иллинойса. В общем, старая библиотека, с которой я начинал работать еще в начале 2000-х годов. Ну, в общем, как-то так вот мы все это дело и делали. В итоге, с помощью нашего алгоритма мы реконструировали общего бреда всех кита парнокопытных, соответственно, общего бреда всех бекора, которые все жвачные, кроме оленька. И, соответственно, бобида – это общий предок большинства домашних видов животных. А вот общего предка всех жвачных мы реконструировали вот этим вот хитрым образом, сравнивая геномы кита парнокопытных с геномом пекора, используя как раз гибридизацию баклонов, которые, опять же, мы старались выбирать в таких районах, чтобы они гибридизовались у разных видов животных. То есть они принадлежали корове, а мы гибридизовали на оленька, и на жирафа, и на корову. Вот то, что Александр Сергеевич и его группа делали. Вот мы брали вот эти хромосомные перестройки, которые у нас определились с помощью нашего алгоритма у предковых хромосом всех кита парнокопытных. Потом мы выясняли, есть ли эти хромосомные перестройки у оленька, либо их нет, есть ли они у жирафа, либо их нет, и таким образом решали, принадлежат они, соответственно, жвачным или они принадлежат уже пекорам. Вот, ну вот то, что у нас получилось, соответственно, вот эти предковые геномы, которые мы реконструировали. Опять же, количество хромосом, оно не совпадало с количеством предсказанных хромосомных фрагментов, но это данные фиша, и мы, соответственно, их использовали, чтобы реконструировать эти предковые хромосомы до конца, и покрытие генома на самом деле было даже еще лучше, чем у человека, да, то есть больше, чем 99% для многих из этих геномов, кроме, соответственно, общего генома всех жвачных, потому что его мы реконструировали вот этим вот способом, о котором я вам говорил. Ну вот как это все выглядело, вот общий предок всех повидает, то есть наиболее близкий к геному коровы, и мы видим, что вот хромосомы не сильно отличаются, то есть вообще не отличаются, может быть, а ген от коровьих, но есть некоторые внутри хромосомные перестройки, это общий геном всех жвачных, вот мы тут видим межхромосомные перестройки, вот, допустим, 12-я хромосома соответствует двум хромосомам коровы, если мы посмотрим, нет, на самом деле не жвачные, это пекоров, вот жвачных мы уже увидим тут больше хромосомных перестроек, то есть есть некоторые хромосомы, которые вообще не похожи на структуру этих хромосом у коровы, а если мы посмотрим на какие-то парнокопытных, то этих хромосомных перестроек становится еще больше, потому что это наиболее удаленный от коровы предок, которого мы смогли реконструировать. Так, и что мы тут решили посмотреть? Ну, как бы нам уже надоело просто на хромосомные перестройки смотреть и определять много и мало и так далее, мы решили посмотреть на некую функциональную значимость этих хромосомных перестроек. И первое, что нам было интересно посмотреть, это распределение консервативных фрагментов ДНК. То есть вот у птиц мы увидели, что они рядом с генами, которые отвечают за некие фенотипы, и мы как бы это связали с консервативностью этих районов. И нам было интересно посмотреть, а что же происходит у жвачных. И что мы сделали? Мы, соответственно, выровняли все эти геномы жвачных, которые у нас были, плюс геномы каких-то парнокопытных с помощью лаззи и чейнсов и нетцев. И что у нас получилось? Мы нашли некоторые районы, которые очень консервативны. Большинство из этих районов, они на самом деле находятся в их зонах генов. Но это как бы и ожидается. То есть консервативные участки генома, они, соответственно, имеют кодирующую функцию. Но кроме таких участков генома у нас были достаточно большое количество участков ДНК, которые были не кодирующие, но, опять же, также консервативные. Ну, большинство групп связывают это либо с структурной функцией, либо с функцией регуляции генов. То есть это как бы те районы ДНК, которые подвергаются селекции, исходя из некой функциональной значимости, но они не являются кодирующими. Вот. И первое, что мы посмотрели, это распределение вот этих вот не кодирующих районов ДНК по, соответственно, разным типам хромосомных перестроек, которые у нас были определены. Ну, первое, что мы увидели, это то, что количество консервативных районов или вот этих фрагментиков, оно достаточно маленькое, и их мало в районах хромосомных перестроек. Но это ожидается, да, потому что вроде как там, где консервативность больше, там, в принципе, консервативных районов должно быть больше. То есть, но на самом деле, если мы посмотрим на те из некодирующих консервативных фрагментов, которые были привнесены в геном с помощью мобильных элементов, то вот таких вот становится гораздо больше в районах хромосомных перестроек. То есть, ну, как я вам вначале говорил, что хромосомные перестройки, они насыщены мобильными элементами, которые были активны именно у тех видов животных, в которых происходили эти хромосомные перестройки. И вот эти мобильные элементы зачастую становятся сильно консервативными районами. То есть, может быть, это как-то связано с регуляцией генов, но, опять же, мы не знаем. Количество мобильных элементов в районах хромосомных перестроек было больше, чем среднее по геному, примерно в два раза, а количество некодирующих консервативных элементов примерно в восемь раз. То есть, существует некая селекция на новые некодирующие консервативные элементы в районах хромосомных перестроек. Опять же, связано это с регуляцией или нет, мы пока не знаем. Но следующее, что мы могли сделать, это посмотреть, поскольку это регуляция, посмотреть, как же распределяются энхансеры. Или те энхансеры, которые появляются, допустим, у новых видов, допустим, у коровы или у пекора. В общем, мы взяли базу данных по энхансерам, которая содержала много-много разных видов. Мы смогли датировать историю их происхождения и распределить их по разным группам. И выяснилось, опять же, что зачастую именно в районах хромосомных перестроек энхансеров больше именно тех, которые появляются для нового. То есть, те, которые появились именно в этой группе животных. То есть, предковые распределены как попало. А вот недавно, которые появились, они становятся, соответственно, их количество в районах хромосомных перестроек выше. Ну, опять же, связано это именно с теми консервативными элементами, которые мы определили в предыдущем шаге. Или это что-то другое, мы пока не знаем. Но следующий шаг, который мы сделали, это мы посмотрели именно те энхансеры, которые были насыщены в районах хромосомных перестроек. И мы, на самом деле, увидели 25 типов транскрипционных факторов, или сайтов посадки транскрипционных факторов, которые были насыщены в районах хромосомных перестроек, именно вот тех нескольких типов, которые мы изучали, и были привнесены туда мобильными элементами. То есть, мобильные элементы меняют структуру энхансеров в районах хромосомных перестроек. Влияет это на гены, экспрессию генов или нет, мы пока не знаем, но, соответственно, что мы решили сделать, это взять вот эти все транскрипционные факторы, которые у нас находятся внутри хромосомных перестроек, насыщенные в районах хромосомных перестроек, и попытаться понять, насколько они ассоциированы с изменением экспрессии генов. Ну, это было сделано вот таким способом, то есть мы взяли данные по экспрессии генов у 15 видов животных, но мы использовали только 5, чтобы количество генов, которые экспрессируются у коровы, оно было максимальным, потому что все-таки нам было интересно понять, что происходит у коровы, потому что именно корова является представителем жвачных, то есть тех видов хромосомной перестройки, которых мы изучаем. Вот, выяснилось, что эволюция экспрессии генов возле хромосомных перестроек, она значительно отличается от эволюции экспрессии генов в остальных участках генома. То есть вот этот анализ, как он был сделан, я могу рассказать потом, потому что на самом деле это нетривиальная задача сравнивать эволюцию экспрессии генов между видами, то есть там много интересных моментов, но я не буду сейчас рассказывать. Вот, это общая картина, то есть экспрессия генов внутри хромосомных перестроек или возле хромосомных перестроек эволюционирует по-другому, чем экспрессия генов в других участках генома. Следующее, что мы сделали, мы попытались сравнить те гены, которые регулируются энхансерами, содержащими именно те транскрипционные факторы, которые насыщены в районах хромосомных перестроек, и сравнить их с теми генами, которые такими типами энхансеров не регулируются. И опять же мы видим разницу в районах хромосомных перестроек. Но опять же мы видим точно такую же разницу и в других участках генома. То есть выглядит так, что вот эти 25 транскрипционных факторов, которые насыщены в районах хромосомных перестроек, они влияют на экспрессию генов, неважно, где эти энхансеры будут находиться, в районах перестроек или в других участках генома. Но мы знаем, что в районах перестроек таких типов энхансеров значительно больше. Просто по определению, как мы их, соответственно, нашли. Так, и, соответственно, следующее, что мы сделали, это сравнили экспрессию генов, которые... Подождите секундочку. Вот, эту картинку я потерял. Соответственно, если мы сравним экспрессию вот этих вот энхансеров, экспрессию генов, которые регулируются этими энхансерами возле хромосомных перестроек с теми генами, которые находятся вне хромосомных перестроек, то эффект вот именно тех энхансеров, которые возле хромосомных перестроек, он выше. Ну, за счет того, что, в принципе, их там больше. То есть это, в принципе, логично. А если мы сделаем такой же тип анализа для других типов энхансеров, мы никакой разницы не увидим. То есть выходит, что именно энхансеры, которые находятся... содержат вот эти 25 транскрипционных факторов, они на самом деле меняют экспрессию генов в ходе эволюции в районах хромосомных перестроек. Видимо, за счет того, что там их больше, они встраиваются туда с помощью мобильных элементов, и идет некая селекция вот по именно этому типу транскрипционных факторов. И что самое интересное, это то, что если мы посмотрим на более недавние хромосомные перестройки, допустим, хромосомные перестройки повидая, то есть, допустим, общего предка коровы и овцы, то эффект этих хромосомных перестроек будет выше, чем эффект хромосомных перестроек, которые более древние. Допустим, хромосомные перестройки, которые характерны для всех жвачных. И это, видимо, связано с тем, что вот эти вот хромосомные перестройки, они содержат больше мобильных элементов, которые были активны совсем недавно, а эти, соответственно, хромосомные перестройки не содержат этих мобильных элементов и соответствующих консервативных районов. То есть, в общей сложности мы думаем, вот что происходит на самом деле в ходе эволюции. То есть, есть некая предковая конфигурация хромосом. В районах, соответственно, в неком районе находится энхансер, который содержит какие-то мобильные элементы, какие-то сайты посадки. Он имеет определенную афильность к генам, которые находятся рядом с этим энхансером и, соответственно, они как-то экспрессируются. Если происходит, допустим, инверсия, то в месте, где соединяются хромосомы, имеется большее количество мобильных элементов, как мы это знали уже давным-давно. Эти мобильные элементы содержат новые типы транскрипционных факторов или сайтов посадки для транскрипционных факторов. Энхансер меняется, он становится более афильным к тому гену, который находится рядом. И его экспрессия меняется. Она становится либо больше, либо меньше, этого мы не знаем, но она меняется. И вот именно вот это становится неким субстратом, который может быть использован естественным отбором для формирования новых фенотипов. И на самом деле вот это нам объясняет, почему в районах хромосомных перестроек находятся именно те гены, которые отвечают за те фенотипы, которые являются значимыми для тех именно видов, которые мы изучаем. То есть круг замкнулся после 18 лет, мы наконец поняли, почему хромосомные перестройки происходят там, где больше генов, и как они связаны именно с теми генами, которые отвечают за важные фенотипы. Ну и как бы в конце я хотел сказать, что общий предок всех жвачек содержал 48 хромосом, что на 12 меньше, чем у коровы. И хромосомные перестройки или точки разрывов, где происходят хромосомные перестройки у жвачных, содержат транскрипционные факторы, принесенные туда мобильными элементами, которые влияют на экспрессию генов, находящихся в районах хромосомных перестроек. И это может быть использовано естественным отбором для формирования новых фенотипов. Ну и в конце я хотел поблагодарить всех тех людей, которые участвовали в этих всех работах, о которых я говорил. Соответственно, мою бывшую постдок Марта Форре, которая сейчас стала лекчурером в университете в Кенте. Чуана Дамас, моя постдок, она сейчас... Нет, это моя аспиранка. Она сейчас постдок у Харриса Льюина, соответственно, в Калифорнии. Соответственно, Джей Бум создал алгоритм, который позволял нам реконструировать геномы. Александр Крафодатский и его группа позволила нам, соответственно, получить данные по фишу. Дарин Гриффин был инициатором идей и реконструкции предковых геномов у динозавров. Чиан Ма просто помогал. Ну и Харрис Льюин, соответственно, был ментором на протяжении многих-многих лет для меня. Ну и, соответственно, финансирование было из разных источников, в том числе от BBSRC. Ну, все. Большое спасибо за внимание. Могу ответить на вопрос, если есть. Пожалуйста. Есть данные там из палеонтологии, сравнительной зоологии, консервативность морфологическая. Вот это вообще два понятия хоть как-то между собой. Скоррелирует или нет? То есть связана ли морфологическая консервативность группы? Потому что птички эволюционно они очень разнообразны. С консервативностью геномов. Спасибо. Ну да. То есть если вы будете брать, допустим, овцу, корову и так далее, то и сравнивать их геномы, то они будут более похожи друг на друга, чем, допустим, на геном человека. То есть они будут пластеризоваться в одну группу, что в принципе совпадает с морфологией. Нет, немножко не об этом я подозреваю. Да. Нет, но они все-таки объединены не только по геномам, но и по неким признакам. Нет, 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 нет. Вот если к этому вопросу. И поэтому все совпадает. Если мы говорим, у нас, значит, есть вот тараканы не менялись, там, значит, крокодилы не менялись. Вот об этом давайте поговорим. Вот это тоже, о чем вы говорите, это, в общем, в пределах, я не знаю, там, семейства, да. А вот действительно, вот эти живые ископаемые и прочие фокусы, у них чем-то они отличаются в смысле консервативности или нет? Что, скажем, черепахи тоже не сильно менялись, насколько я знаю. Ну, как бы они, можем ли мы сказать, что геном современной черепахи, идентичной черепахе, которая жила 500 миллионов лет назад, мы не знаем, потому что мы не можем иметь доступ к геному, который существовал 500 миллионов лет назад. Но вы его реконструировали? Вы реконструировали? Нет, мы реконструировали общего предка. Да. А общий предок и конкретный вид, это две разные вещи, о чем я говорил вначале, потому что мы как раз реконструируем то, чего никогда не было. Ну да. А конечную точку, соответственно, мы никогда не можем реконструировать. Да, то есть вот ответа на ваши вопросы, так понимаю, нет. Нет, конечно. Просто нет ответа. Тот же самый век, который мы считаем, он менялся, и пятый, десятый, один из самых примитивных киномов, так? Ну, он как бы один из наиболее консервативных, да, малоперестроенных, среди приматов. А вот эти реконструированные предки, у них насколько высокая достоверность? Ну, в принципе, в каждой точке, где мы, соответственно, чего-то соединяем, мы оцениваем вероятность того, что это правильно, да, или не случайно, или как-то еще, да, но чем больше геномов вы используете для реконструирования предкого генома, тем больше вероятность, что то, что вы реконструируете, будет абсолютно правильно. Но, с другой стороны, вы никогда не можете абсолютно быть уверенным в том, что, как бы, мы же реконструируем структуру, да, мы не реконструируем сам геном, мы не реконструируем нуклеотиды, да, мы реконструируем структуру, да, то есть, если мы посмотрим именно на нуклеотидный состав, то тут, конечно, очень много возможностей для ошибки. Нет его, нет, он вымер миллионов лет. Его и не было, да. Его и не было. Я бы сказал 95. Так, Денис, тогда вот какая, более детальный вопрос. Как вы застраховываетесь от конвергенции? И страхуетесь ли вы от них вообще? Так, в случае конвергенции, опять же, это все зависит от уровня разрешения, да, то есть, соответственно, чем у вас выше, уровень разрешения вашей реконструкции, тем больше вероятность того, что то, что кажется конвергентным при более низком уровне разрешения, будет на самом деле не конвергентным. Вот, кстати, вы отменили эту замечательную конвергенцию, когда плечо ДХ-хромосомы землеройки оказалась целиком первая хромосома человека, еще и неразделенная. Докассировал не шлет образец. Вот если бы он прислал мне образец, мы бы уже давно это отменили, но он не шлет. Да, потому что это феноменальная конвергенция. Так, да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вам не кажется парадоксальным, что, с одной стороны, скорость перестроек зависит от количества присутствия мобильных элементов, с одной стороны, и, с другой стороны, она же более низкая для более длинных хромосом. При этом, соответственно, казалось бы, следует ожидать, что более длинные хромосомы... Так, а в более мелких, там, плотность мобильных элементов выше? Как бы, более длинные... Нет. Если вы посчитаете общее количество, то их станет больше, да? Но если вы посчитаете количество мобильных элементов на мегабазу, да, то в маленьких хромосомах их больше. Не говоря уже о том, о чем я не говорил, что в маленьких хромосомах, на самом деле, гораздо больше генов, чем в больших. Поэтому... Я отвечу сейчас про микрохромосомы, а не про маленьких генов. Да, вот я про них и говорю. Да, микро и макро. Да, микро и макро. То есть в микрохромосомах плотность генов выше и плотность мобильных элементов выше. Они, на самом деле, более активны, чем большие хромосомы. И вот я, может быть, прослушал, значит, относительно крокодила. То есть вы сказали, что у него микрохромосомы слились друг с другом. А как вы можете это отличить от того случая, что у какого-то общего предка, которого никогда не существовало, значит, соответственно, у большей части видов они развалились, наоборот, а у крокодила они остались тем же самым. Ну, потому что расхождение между птицами и крокодилами, оно более недавнее, чем расхождение между птицами и черепахами. Общий предок явно имел микрохромосомы. Так, еще вопрос. Пожалуйста. Когда показали результаты, получалось, что, по крайней мере, у некоторых видов, вроде бы одна хромосома активно перестраивается, остальные менее активно. То есть некоторые по-разному, скорость строек в разных хромосомах получается по-разному. Ну, что, как вы думаете, стоит за этим? Почему? Именно по конкретной хромосомке? Ну, конкретная, допустим, 11-я, да, у мыши, она, допустим, совершенно не перестроилась относительно, допустим, предковой. А в то время как другая какая-то хромосома активно перестраивалась? Да, да, да. В целом она сильно, я думаю, это может быть в значительной степени еще зависеть от того, где в хромотине эта хромосома находится. Потому что у мыши вот эта 11-я хромосома, она транслоцировалась целиком на пятую. То есть это новая хромосома, то есть можно ожидать, что она вообще, допустим, если в хромотине смотреть, там хромосомные эти все территории, то она могла ее изменить. А если она ее изменила, то она могла, соответственно, больше не общаться с тем, с кем она общается у других видов. И, в принципе, это могло повлиять на то, как она эволюционировала. На самом деле это все сложно, и мы, на самом деле, до сих пор пока не знаем. А вот эти результаты, которые у приматов, где шли некоторые перестройки, вроде бы те слияния, которые были, как раз не очень сильно влияли на положение в интерфазном ядре. Ну, я опять же говорю, что я точно не знаю. Мы этот вопрос не изучали. Но мне кажется, что это может быть связано с тем, где хромосома находится, либо, соответственно, с тем... Ну, допустим, у человека на 17-й хромосоме там много новых генов, да, связанных с раком, да. А вот у мыши, соответственно, этого нет. Вот, то есть встроились туда какие-то мобильные элементы, либо структурные элементы, которые дали начало новым генам, вот они начали появляться. И, соответственно, опять же, дают возможность это обмениваться участками, которые сильно похожи. А у мыши такого не произошло. Опять же, как мобильные элементы же, они тоже имеют как бы только определенную длину жизни, да. То есть они очень активно мутируют в геноме, да, после того, как они туда встроились. То есть они на самом деле имеют очень короткий промежуток времени, когда они могут геном перестраивать. После этого они становятся уже непригодными для хромосомного обмена. То есть, видимо, у приматов туда что-то встроилось, и поэтому эта хромосома стала активно перестраиваться. А у мыши этого не произошло. Вот и все. А не могло быть так, что размножение мобильных элементов идет в основном? Хромосома специфичный. Не очень перебираясь на других хромосом. Ну нет. Сверлился какой-то вариант? Нет. Нет. Это скорее вот сегментные дупликации так себя ведут, а мобильные элементы они вообще по геному, по-разному. Кто-то внутри хромосома, кто-то межхромосома. Вот я про это и говорю, что если внутри хромосома перемещение мобильных элементов, может быть... Может быть, ну... Еще один вопрос. У меня было впечатление, что, по крайней мере, участие видов, скорость перестройки внутри либо половых хромосом, либо аутосома, она может, скажем, варьировать. Либо перестраиваться половые, либо аутосомы. Вот по вашим данным, как получается? Ну, половые, они более консервативные, естественно. А аутосомы, соответственно... Не, ну... Не, просто есть группы видов, где вроде довольно активно перестраиваются внутри половые хромосомы, в то время как вроде бы сами аутосомы выглядят примерно так же. Ну, к сожалению, там не сиквенированы все. Я понял. Но это неправильно собраны. Они неправильно собраны. У коровы неправильно собраны половые хромосомы, поэтому там сложно сказать, что на самом деле происходит. Там, в любом раскладе, там у многих аутосомы транслокации сам не используются? Есть, есть. Нет. У некоторых видов есть транслокации, которые сохраняются с аутосом на половые хромосомы. Да, да, да. Как выглядят результаты сборки микрохромосомы и люмина? Их тяжелее или проще? Как выглядят эскапулы? Проще собрать, чем макрохромосомы? Ну, смотря какие. Если большие микрохромосомы, то, в принципе, так же. А если совсем маленькие, то никак. Потому что там много гетерохроматина. И вообще у курицы до недавнего времени часть этих микрохромосом вообще были не собраны. Вот в последней сборке они есть, потому что появилась ПАГБАЯ. А до этого они просто отсутствовали в геноме. Так, Денис, к этим самым ТАДам это имеет какое-то отношение? Или это совсем другой уровень разрешения? Что именно? Ну, вот эти ваши перестройки и все прочее. Как они связаны вот с этими ХАЙСИ и прочими делами? Ну, мы сейчас смотрим, в принципе, стало много видов, которые с помощью ХАЙСИ собраны. А в принципе, некоторые работы показывают, что да, хромосомные перестройки происходят между ТАДами. Вот. Или на границах ТАДов, скажем так. Кстати, еще один вопрос. А вот с этими самыми точками рекомбинации это никак не смотрят? Ну, у нас нет. То есть мы никак не могли найти корреляцию между рекомбинацией и хромосомными перестройками. Да. А я бы хотел по последней части с энхансерами. Ты говорил, что в районах перестроек больше энхансеров. Да. Но до этого... Именно тех, которые появились у конкретного вида. То есть не в принципе больше, да, потому что их очень много в предковых. А вот именно те, которые появились, допустим, у коровы, их будет больше, плотность их будет выше в районах хромосомных перестроек именно коровьих. А вот просто вот так вот сказать, что их в принципе больше, так нельзя. Понял. Ну, то есть просто до этого ты еще говорил о том, что и в районах хромосомных перестроек и генов больше. Ну, обычно больше, да. Ну, понятно, что где гены, там энхансеры. Ага. Но это специфические энхансеры, которые появились недавно. Да, да. Да, Ваше. У меня, собственно, не вопрос, а комментарий. И хотелось бы узнать, не найдется ли в вашей группе энтузиастов, которые бы захотели наделить какими-нибудь функциями то бестелесные признаки, призраки, которые наши несуществующие предки. Что вы знаете, какие у них были гены, вы знаете немножко экспресс эти гены. Хотя бы не обликом, да, уже областей фантастики, а хотя бы что они могли делать. Вот, я не знаю, хотя бы в форме научных компаний. То есть это возможно? Нет, ну, в принципе, есть группы, которые занимаются именно реконструкцией предкового генома на уровне нуклеотидов. Нет, я уже не говорю про буковки. Я говорю про функции, которые вы можете поднять на основе тех данных, которые у вас есть. Нет, ну, мы там кое-чего находили. Там какой-то предок, допустим, мог ли он есть там, я не знаю, мясо или мог ли он есть, позволял ему организм это все делать? Хоть чуть-чуть скелет или хотя бы проявился, чтобы... Ну, это очень редко, но иногда получается, да, то есть мы на самом деле находили... Денис, вот этими вещами занимался Кювье, вот тут вас не надо. Когда у вас есть современный организм, вы всегда делаете треангуляцию, и все. А ваши эти самые хромосомные перестройки здесь для восстановления живого облика предка, его кариотип не дает ничего. Нет, ну, хромосомной перестройки нет, но... Нет, 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 для облика ничего. Так, кто-нибудь есть, кроме Николая Борисовича? Нет? Да, Николай. Я только смотри, сколько сидит в Киеве. Да. Денис, а вот еще есть одна вещь, которая у меня не очень укладывается. Потому что действительно считается, что в общем основные перестройки идут по границам ТАДов, либо, так скажем, близко к границам. С другой стороны, если они, так скажем, вроде бы ТАД не затрагивают, они не должны особенно экспрессию. Ну, так они же не все по границам ТАДов. А у вас получается, что как раз вроде бы... Нет, на самом деле... Происходит влияние сильное на экспрессию. Да, на самом деле что получается? На самом деле получается, что они происходят на границах ТАДов в большинстве случаев. Но, если вы берете большое количество геномов, собранных с помощью ХАСИ, вы видите, что ТАДы тоже рвутся у конкретных видов. Но просто я эти данные пока не могу представить, потому что это данные Earth by H-GENOM, которые, соответственно, еще нигде даже не засветились. Но я знаю, что видят, что ТАДы рвутся. Ну, понятно. То есть, это вот там... Да, Денис, меня несколько... Тогда вот еще что. Значит, вы говорили про меж- и внутрихромосомные перестройки. Можно какую-нибудь вообще сказать? Какие чаще, в каких ситуациях, например, включаются те или другие? Или, в общем, это ничего тут нет? Просто перестройки. Не, ну, если смотреть, допустим, на птиц, в смысле, на млекопитающих, то там сложно, потому что там много и тех, и других, да. Вот если смотреть на птиц, то мы действительно, вот в статье в GENOM research, когда мы собирали геном сокола, у которого очень много слившихся хромосом, то есть это межхромосомные слияния, да, вот они сливаются. Вот. Или когда-то там иногда рвутся хромосомы. Мы, на самом деле, увидели, что вот эти слияния либо межхромосомные перестройки у сокола происходят в тех местах, где вообще нет консервативных последовательностей. И таких мест в геноме птиц их там меньше одного процента. На самом деле, похоже, что межхромосомные перестройки у птиц не происходят, потому что очень много консервативных последовательностей, которые реально связаны с окружающими генами, либо генами где-то в другом месте. Но кто-то иногда им удается это преодолеть, допустим, вот с соколом, да, у них есть много слившихся хромосом, но они сливаются именно там, где этих последовательностей вообще нет. То есть не то, что их там очень мало, их вообще ноль. То есть это было очень интересно. Но как бы это исключение из правил, но которое объясняет на самом деле, как это все работает. Нет, немножко у меня другой вопрос. Значит, вы, в общем, в основном говорите про возникновение перестройки, про фиксацию. Меня интересует, инверсии, например, возникают, фиксируются, возникают реже транслокации или нет? Посмотря у кого. Разные виды эволюционируют по-разному. Кто-то имеет тенденцию эволюционировать с помощью инверсии, а кто-то имеет тенденцию эволюционировать с помощью транслокации. Допустим, ну, допустим, если вы посмотрите на мышь, да, у нее много транслокации. А если вы посмотрите на приматов, там больше как раз инверсии. Так, скажите, а теперь тогда, если мы берем просто... Это еще Украин давно нашел. Мы игнорируем, мы игнорируем вообще тип перестроек. Просто говорим перестройка на душу населения. Оно примерно одинаково остается по разным таксонам? Или там тоже есть сильная разница? Нет, есть сильная разница. Сильная разница. Это с чем-то связано, я не знаю, с продолжительностью времени генерации, с, я не знаю, размером тела. С чем-нибудь это связано или нет? Ну... Скорость хромосомных перестроек в пределах, естественно, в пределах одного таксона. Не, ну, это очень сложно сказать, потому что время генерации мы не можем понять, что там было много миллионов лет назад, да. Мы можем сейчас увидеть, что, допустим, ну, у мышей скорость генерации маленькая и, соответственно, много межхромосомных перестроек. Но мы не знаем, что там было у общего предка, да. Мы же не можем понять, какое у нее там время генерации было. Поэтому, как бы, я бы на самом деле не стал это связывать. Я бы больше привязывал к мобильным элементам. Это все-таки что-то, что можно проверить. Так, хорошо. Да, Миня, прошу. Я еще про микро- и макрохромосомы хотел спросить. А есть вообще хоть какая-то логика в том, для чего может быть нужно такое разделение? Или это просто, условно говоря, вот эти диоксиды, как их называют, в общем, динозавра-рептилии, когда-то себе сделали эти микрохромосомы, потом у них были межхромосомные перестройки запрещены, и поэтому это хоть и нейтральный признак, но он таким и остался. Ну, на самом деле, существует теория, что микро- и макрохромосомы, они просто позволяют вам проводить гарантированную рекомбинацию. То есть у вас микрохромосом, вам нужно хиазму создавать, минимум одну. То есть если у вас большая хромосома, то эта хиазма произойдет в одном районе, где-то в другом районе, а в маленькой она гарантированно произойдет там, где у вас много генов. Потому что маленькие хромосомы, они содержат еще и на самом деле много генов. То есть это рекомбинация, гарантированная рекомбинация материала от, допустим, маленьких хромосомов. Богатыми генами. Ну, богатыми генами, да, к тому же. А вот не пойму такой момент. Проблема курицы и яйца. Да, это эволюционные ходспоты, потому что переворачивается, или там рвется и переворачивается, как побочный продукт? Существует две противоположных точки зрения. То есть вы тоже не знаете? Да, я тоже не знаю. Я что-то не понял. Не, ну, допустим, почему у нас хромосомная перестройка происходит там, где много генов и мобильных элементов? Потому что там много генов и мобильных элементов? Или там много генов и мобильных элементов, потому что там порвалось? Или она... Понимаете, вы ведь регистрируете невозникающие хромосомные перестройки. Вы регистрируете фиксированные хромосомные перестройки. То есть это те перестройки, которые там где-то возникли и после этого не сдохли. Вот. Вот эта вещь очень важна. И вот эти две вещи вообще разделить очень трудно. На самом деле легко, потому что вы можете просто циклинировать сперматозоиды и посмотреть, где происходят вообще хромосомные перестройки. А, вот эти самые, так сказать, отличить эволюционные перестройки? Да. От того, что сохранилось от того, что реально происходит. Нет, все правильно. Но это у вас опять происходит на уже существующем геноме. Ну, да. Наверное, это подходит. Да. А вот эти вот море, да, сиклинировать значит, мертворожденных, да, не обязательно. Ну, птиц, прихотающих, то есть эмбрионы, которые не смогли развиться и погибли, да? Вот там-то бывают этих хромосомы? Так, а зачем? Можно просто взять сперматозоид и циклинировать, и кучу всего найти. Нет, ну, все правильно, но вы не знаете. Ну, я просто этого не делал. У меня была идея это сделать, но денег не было. Так, еще вопросы. Да, пожалуйста. Я хотел бы уточнить, что вы имеете в виду под мобильными элементами? Потому что вот к вопросу Игоря Боисовича мне сразу пришло в голову. У нас в институте Эдгер Анармашенко, наверное, вы ее хорошо знаете, она занималась мобильными элементами у псовых. Кематовидная собака, лисица, собака и так далее. И там было показано, что эти элементы, они бывают двух видов. Бывают российные элементы, не короткие, несколько кипы, в лучшем случае, а бывают тандемные, которые объединяются, они могут занимать миллионы встречи на хромосоме. И более того, значит, у разных видов состав мономеров разный. И, по-видимому, там идет тоже некий естественный отбор. То есть эти вот мономеры не складываются таким образом, что они отбираются для того, чтобы иметь какое-то функциональное значение. И, может быть, поэтому то, что сложилось на какой-то определенной хромосоме, оно и будет определять вот это хромосомо-специфические перестройки, ну, случайным образом. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Не, на самом деле все очень просто. То есть если у вас есть некие последовательности ДНК, которые гомологичны, идентичны друг к другу, либо в одной хромосоме, либо по всему геному, они могут быть использованы для неаллельной гомологичной рекомбинации. То есть, в принципе, не сильно важно, какие это мобильные элементы. Опять же, мы видим мобильные элементы, и мы видим, соответственно, структурные элементы, которые значительно длиннее мобильных элементов. Это, в принципе, может произойти и по генным последовательностям, допустим, по паралогичным генам. Если они недавно разошлись друг от друга, еще не смогли там, не сильно отличаются внутри одного вида, то, в принципе, по ним тоже можно сделать негомологичную рекомбинацию, неаллельную рекомбинацию, извините. Поэтому, в принципе, на самом деле это не сильно важно, какие они. Важно, что они есть. Но, как я уже сказал, на самом деле, когда они активны, они активны в какой-то определенный промежуток времени, и они очень быстро эволюционируют в геноме, и они становятся потом уже непригодны для этих событий. Поэтому есть моменты, когда происходят хромосомные перестройки очень активно в ходе эволюции, а потом они замолкают до следующей активности мобильных элементов. Так, последнее. Нет, сейчас я прошу, потому что я забуду. Денис, это хоры остались, или эта история закончилась? По-моему, закончилась. Я ничего такого больше не слышал. То есть особого смысла у них нет, да? Не, ну, может и есть, но просто он очень глубокий. Не сразу виден. Ладно. Я никогда не нравлюсь. А в дополнение к Рассиву Говеру, кто-нибудь пробовал мерить скорость мутирования на макро- и микрохромосомах? По-моему, что-то там Эрик делал. Что-то он там делал, да. Я не понял, как? Ну, скорость мутации. Типировать, а? Скорость мутации на микро- и макрохромосомах. Типировать, что это что? Нет. А как? Ну как, ну просто посмотреть скорость эволюции генов на микро- и макрохромосомах, да? Отличаются они или они такие же? А, да, 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 да. И что? Но я не помню. Что-то Эрик там делал, но я не помню, что он. Так. Пробовали? Пробовали, да. Пробовали, да. Так, есть ли еще вопросы? Нет. Денис, огромное вам спасибо. Спасибо. Приезжайте к нам еще. Так. Значит, мы тут взяли такой интенсивный старт с этими лекциями. А так у меня, в общем, список большой, но все как-то в ноябрь-декабрь народ записывается. Поэтому в сентябре у нас первые две недели мы еще будем отдыхать, да? Вот. Так что следите за рекламой. Спасибо. Да, ничего не получается.